На всем белом свете у Вадима Малышева не осталось ни одного родного человека. Мать отказалась от него еще в роддоме. Мальчика воспитывала бабушка и ее сожитель Александр Алексеевич. С двух лет отец пришел в семью нашу. И я когда пошел, начал разговаривать, я только его и видел. Он для меня естественно был отцом. Бабушку я также матерью называл. Мы жили как обычная семья. Бабушка умерла несколько лет назад. Тогда Александр Алексеевич оформил над Вадимом опекунство. Но в начале апреля не стало и того, кого Вадим всю жизнь называл отцом. Его едва успели похоронить, как в квартире выстроилась живая очередь. После того, как отец умер, на третий день похоронили, на четвертый день пришла его самая первая жена с сыном. Они пришли домой с бугоем, с каким-то еще одним. Начали требовать бумаги от квартиры. Что они хотят там квартиру, это через суд выбить себе. После позвонили риэлторы, которые настоятельно рекомендовали Вадиму как можно скорее покинуть помещение. Инициативу подхватили и в ТСЖ. Сказали, что ключи надо сдать, что квартиру уже надо опечатывать, и нам выселяться оттуда. На защиту сироты встали все его соседи. Они уверены, несмотря на то, что мальчик не был здесь даже зарегистрирован, именно он должен остаться в квартире. Мы все обеспокоены и боимся, чтобы посторонние лица, которые не имеют никакого отношения к данной квартире, и недобросовестные люди не завладели ей. Чтобы предупредить любые угрозы, любые посягательства, любые попытки его выселить, мы первыми обратились в суд с исковым заявлением о признании его членом семьи нанимателя. Среди тех, кто ратует за интересы сироты, нашлись и профессиональные юристы. За помощью они попробовали обратиться в управление жилищной политики. Мы сейчас обеспокоены тем, что ребенок-сирота может остаться на улице. Начальник управления грустной историей проникся, но признался, что гарантировать ни Вадиму, ни его защитникам не может ничего. Все, что я могу вам обещать, это неприкосновенность его на период судебных разбирательств, доступления решения суда всего. Ни в коем случае до вынесения решения судом не будем предпринять никаких действий о вашем населении. Мы вообще не собирались этого делать. Докажете в суде. И дай бог вам здоровья. Доказать правоту в суде будет непросто. Это квартира, на которую претендует сирота, муниципальная. Сейчас в ней никто не зарегистрирован. А это значит, что она может в любой момент достаться тем, кто который год томится в очереди на жилье. Кроме того, у Вадима почему-то нет юридического статуса сирота. И это тоже сокращает его шансы на победу. Сам молодой человек признается, что от всех этих юридических тонкостей далек. Он учится в техникуме, мечтает стать инженером. Почти все свое пособие тратит на коммунальные платежи. И каждый день, возвращаясь домой, как в последний раз, все же надеется, что в беде одного его не оставит. Попробуем все-таки добиться этой квартиры. Если нет, то, думаю, власть не оставит на улице. Мастерин Киселева, Вадим Мечаев. Наше время.